А я знаю, когда придет миссия. Пророчествую. Я знаю, как он будет говорить с людьми. Я знаю эти признаки. Ну и, как обычно говорят, мне пришло. Мне пришло. И пророку Мухаммеду пришло, и Моисею пришло, он ходил на гору Синай. Всем приходит, все отрываются от реальности, входит в какое-то состояние, ну такого необыкновенного состояния, которое не просто логическое, а есть там какое-то проникновение в то, что в обычном положении человек проникнуть не может. Ну вот я теперь знаю, почему происходит апокалипсис и когда приходит миссия. Миссия приходит тогда, когда в нем есть востребованность. А вот это, как его слово такое страшное, которое даже говорить не хочу, а копалипсис, елки-палки, ну бак с ним. Но почему я такой веселый, говоря про это? Потому что до меня дошло. Почему, например, Россия, страна стала полицейской. А потому что это давно было заложено в самой притче. Христос, помните, он изгонял фарисеев. Это давно было заложено понимание, что невозможно жить людям между собой, не любя друг друга. А там получается, когда фарисеи – это что? Фарисеи – это люди, блюстители порядка формы. Над смыслом. Вот когда перевес происходит, появляется полицейское государство. А это появляется тогда, когда вот чиновничья власть. Чиновники – это же и есть фарисеи, которые по закону все делают правильно, совершенно не уникают в суть вопроса. Перевес формы над смыслом. И вот когда это доходит до такого кризиса, мирового масштаба, когда какие-то критерии становятся более важными, чем другие, тогда происходит апокалипсис, его смог сказать. Я знаю, как он будет говорить, Мессия. Он будет говорить понятнее, чем все предыдущие. Чтобы не дать место этим фарисеям неправильно толковать его. Вот же в чем дело. Потому что одно дело – буква закона, а другое дело – это толкование. И вот когда буква становится важнее смысла, происходит апкап. Ну ладно, вы сами понимаете, о чем я говорю. Но самое главное, сегодня есть уже предвестники появления Мессии, потому что идет мировой кризис, потому что в каких-то областях форма становится преимущественнее. Однополярный там и так далее, когда какая-то вот сторона вопроса становится главенствующей. Когда теряется целостность. Мне Шкловский говорил, академик Шкловский, великий астрофизик, академик Шкловский, что люди сами себя погубят, сами себя сожгут. Я не верил ему. Я ему говорил, Иосиф, ну как это может быть? Человечество создалось, и все равно возродится, как разум, феникс из пепла, разум не истребим. А он говорит, ты просто оптимист. Ну хорошо, он говорит, смотри, вот фреон, фреон делают для холодильной промышленности, а фреон, говорит, там накапливается в атмосфере, и его никогда не уничтожен. По своей структуре, формула. Или, например, целлофановые пакетики. Вот люди делают ее, вырубая легкие земли, легкие планеты. Легкие планеты, говорит, это сельва. Вырубая эти леса, люди делают целлофановые пакетики, которые тоже, говорит, невозможно, потом будет куда-либо деть. Ну, короче говоря, говорит, вот так, говорит, разум, достигая определенной эволюции. Сам себя уничтожает, поэтому, говорит, мы одни, говорит, среди звезд. Да, потому что, говорит, так устроен разум, что он сам себя уничтожает и на каком-то этапе эволюции. Так вот это и есть апокалипсис. Когда разум доходит до какой-то степени, вот сейчас дошел до определенной степени, когда появится Мессия. И я знаю, когда он появится, я знаю, как он будет говорить. Вот именно, он будет говорить так, чтобы не было места там большого. Не было места большого. Он будет говорить так понятно, чтобы не было там большого места для фарисеев. Фарисеи – это стражи формы. Они книжники, они как раз-таки чиновники. Сегодня можно назвать их чиновниками, я повторюсь. Потому что мы сегодня живем и даже не понимаем, что изобилие чиновничества создает апокалипсис. Твою делку, да ну его, бог с ним. Мое слово не поворачивается, я хороший парень. Вы теперь слушайте меня внимательно. Говорить он будет так. Не как все пророки дают его. Потому что когда говорили, и Христос говорил, люби ближнего, но до сих пор же и не реализовалось это запевать. Хотя две тысячи лет прошло. А будут говорить понятнее, понятнее. Новый Мессия придет. Христос, когда пришел, он сказал, я мир принес вам новое через разумение. И повторил то же самое, люби ближнего, что и говорил Моисей и прочее. Просто разными словами Моисей говорил око за око, зуб за зуб. Имею в виду люби ближнего. Потому что если ты придержишься правила око за око, зуб за зуб, то ты не ударишь тоже, не найдется первого, кто это сделает. Ну, он говорил на языке страха. Ну, потом Христос пришел на языке уже совести говорил, на языке разума говорил. Сейчас придет такое, Мессия, я пророчествую, как он будет говорить. Он будет говорить не так, люби ближнего. Он будет говорить, люби ближнего, иначе не вызовите. Он будет говорить понятнее, чтобы фарисеи не могли втесаться туда. Вот это книжничество. Чтобы они не ритуалом преподавали этот смысл, не формой, а сутью понимания для людей. Поэтому сейчас, когда Запад и Восток, я, например, я помогу этому, я буду пророчествовать. Я буду пророчествовать и говорить о том, что Мессия появляется перед апокалипсом. Да, извините меня за это слово. Появляется перед ним. Я знаю, как он будет говорить. Я понял, я вам сказал сейчас, пророчествую. Чиновничество – это фарисеи, которые блюдут форму вопреки смысла. Вот поняли, да? Поэтому я вам говорю, как Мессия будет говорить. Говорить он будет понятнее. Он не будет говорить, люби ближнего. Он будет говорить, иначе не выживете.